Ситуация на передовой тем временем остается напряженной. Боевики за минувшие сутки 46 раз обстреляли позицию в УСУ. Один украинский военный погиб, еще трое ранены, сообщает в штабе АТО. Провокации противника украинские военные фиксируют почти по всей линии разграничения. Наиболее ожесточенные бои идут на донецком направлении. Больше всего вражеских провокаций в штабе АТО зафиксировали на донецком направлении. Из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Верхняя Торецкая, Пески и Каменку. По защитникам Зайцево, Пески и Каменки, гатив с гранатометов и колометов больших калибров. Озброение боевой машины пехоты засосувало в районе населенных пунктов Луганске и Зайцево. По вузу шахты Бутовка действовали враги снайперы. На Приморском направлении наемники обстреливали позиции украинских военных в Широкине и Марьинке. Огонь вели стрелкового оружия по Лебединску, Тарамчуку, Гнутову и Водяному. 13 раз нарушали режим тишины боевики на Мариупольском направлении. Неспокойно было и в районе Луганска. Из крупнокалиберных пулеметов и минометов боевики вели огонь по опорным пунктам украинской армии вблизи Катериновки. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения. Есть пострадавшие среди мирных жителей Марьинки. По ней боевики трижды открывали огонь из минометов. Снарядами повредили семь домов. Один местный житель получил ранения и был доставлен в больницу Курахова. Елена Митясова, подробности, телеканал Интер.